Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Easy Music! И здесь музыка действительно лёгкая, потому что всё объясняется и всё рассказывается. И в этом выпуске я буду проходить музыкальный IQ-тест от Гарвардского университета. Заходите на themusiclab.org и проходите этот тест. Он очень интересный, или же посмотрите мой ролик и зайдите, пройдите тест. Также после прохождения теста не забывайте, напишите свои результаты, очень интересно будет посмотреть, сколько у кого получилось. На самом деле здесь нет такого, что вот если у вас мало, то вы как бы всё, отстой. Нет, это не об этом, да, это как раз о том, насколько вы слышите какие-то маленькие нюансы, где-то вы их можете не услышать, это абсолютно нормально. Давайте же попробуем пройти этот тест. Начнём мы с самого начала. Мне даже немножко страшно. Собственно, поехали. Тест на ваш музыкальный IQ. Я буду вкратце тут всё это прочитывать. Вы читаете, естественно, более внимательно, но какие-то основные и главные моменты мы будем проговаривать. Я буду как-то переводить их. Конечно, они рекомендуют мне надеть наушники, но наушники я не надену, потому что хочу, чтобы вы тоже со мной вместе здесь это услышали. Здесь будет три разных секции, три разных музыкальных направлений. Как я слышу бит, как я слышу ноту, да, высоту ноты и как я воспринимаю мелодию и запоминаю ли я вообще её. Разным людям требуется разное количество времени для этого теста. В основном этот тест занимает 20 минут. В общем, сейчас я прохожу первый тест. Это тест про то, насколько я слышу метр в музыке. Какие-то примеры будут в метр, какие-то примеры будут не в метр. И мне нужно отметить тот пример, который будет в метр. Ну что ж, я на главном тесте, который будет определять мою судьбу. Моя судьба решается здесь. Считается нормальным, если вы будете предполагать, потому что, насколько я знаю, здесь будут очень однозначные примеры. Поехали. Второй был больше. А вот первый был не совсем чёткий. Там сильная доля не так выделялась. Поэтому я, наверное, отмечу, что второй был. Yes, correct. Я отмечу, что первый был под метроном, потому что вторая версия была... Как будто вроде бы на слабую долю шёл метр, но там потом расхождение какие-то пошли, поэтому я отмечу первую. Yes. Ну, это легко. Ну, конечно же, первый. Второй вообще что-то не сходился. Да, верно. Вот это уже... Да, фиг знает. То есть первый... Ну, я отмечу первый, потому что с первой доли начался. Первый? Не-а-а-а! Не точно нет. Второй. Да. Я уж боюсь. Нет. Второй? Ну первый что-то вообще кривой какой-то был. Не совсем. Второй. Первый кривой был, да. Нет, нет. Второй, сто процентов. Потому что там snare выделялся на слабую долю и метр там бум-бам-бам-бам. Да. Первый был в битве больше, мне кажется. Второй что-то кривой какой-то. Эй, да. Фух, слава богу. Слабая доля выделяется. Вот здесь я правда боюсь ошибиться. Мне кажется, второй был больше. Нет, ну что ж такое. Первый. Да что ж. Ну да. Первый. Ну да. Жесть, конечно, у меня есть две ошибки. Ну давай. Ну тут прям замедленная немножко. Ну я, наверное, первым остановлюсь, потому что что-то первый какой-то он такой... С оттяжкой был. Первый? Да. Первый. Там были какие-то расхождения во втором. Первый, конечно же, метроном. Нет! Нет! Нет. Второй. Ну пожалуйста. Да, слава богу, господи. Четыре ошибки. Жесть вообще, ужасно. Они недовольны собой. Так, дальше будем слушать. Певец поет в тюне, либо насколько он поет не в тюне. Ну ребята, поехали. Я боюсь. Блин, там было четыре ошибки или три ошибки. Первый был не в тюне. Прям вообще фальшивенько пел. Да, верно. Да, верно. Ну это пока не очень сложно. Второй был не в тюне, очевидно. Ага. Ага. Ну вот, нормально. Ну, по первому впечатлению, конечно, первый был более верный. Я отмечу второй. Ну ладно, будет что будет, не знаю. Ну, я, наверное, отмечу второй, потому что немножко завышение какое-то идет. Вы что-то поняли сейчас? Там что-то с низкими нотами, наверное. Я боюсь, но я, наверное, нажму на второй. Да. Хорошо. Второй не в тюне был. Вообще, вот по мне сейчас они были очень похожи. Ну, первый, наверное, там голос какой-то. Ну, давайте первый. Да, все верно. Субтитры сделал DimaTorzok. Первый был вообще не в тюне. Я вначале даже не певать, что это и все такое. Да, верно. Первый был не в тюне. Нет! Нет! Почему? Ну, второго не в тюне был. Ну, да. Ну, да. Ну, да. Второй не в тюне, хотя и первый. Я бы не сказала, что очень в тюне был. Да. Да. Субтитры сделал DimaTorzok Вот здесь сложный момент, но там прям, если вот есть расхождение, то прям вот настолько их немножечко. Но, наверное, первый, там была не уверена. Да. Ух, все размытые, блин, песни. Кажется, второй. Мне кажется, я сейчас ошибусь. Второй. Первый не в тюне. Ну, первый не в тюне. Да. Ура. Хоть что-то. Нет, точно нет. Мне кажется, тут еще больше не в тюне. Они оба какие-то очень странные, но я отмечу второй. Да. Фух. Две ошибки. Неплохо. Так, окей. А теперь будут играть три мелодии, естественно, в разных тональностях, и в одной из них будет что-то такое непохожее. Надо выбрать там, где есть какое-то расхождение. Ну, второй вообще отличается, конечно. Прям другой. Угу. Нет, другая. Второй. Да, похоже, значит, третий будет. Угу. Минор какой-то пошел странный. Второй. Да. Похоже. Угу. Третий. Почему? 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 Второй. Ну, ух, слава богу. Второй. Там странный арабский мотив получился. Да. Да. Да, похоже, комар летит. Да, второй. Ой, третий. Третий. Да, все верно. Угу. 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 Вот этот странный вариант. Мне кажется, второй. Да. Угу. 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 Третьего нету, да. Ну, второй. Что-то там не то было. Да, верно. Наконец-то мы закончили. Давайте дальше. О, ребята, ура, 119. Они пишут, я не знаю, насколько это правда, они пишут, что это лучше, чем у 89% людей. Я реально была очень внимательна. Так, давайте посмотрим, что это вообще значит, как это понимать. Ну, что-то с битом у меня какие-то проблемы вышли. Бит у меня 105, тюн 125, мелодик, ну, мелодическая 128. А давайте, ребята, делитесь, какой результат получился у вас, с чем у вас были сложности. Обязательно подписывайтесь, давайте создадим классное комьюнити, чтобы нас было много, чтобы мы были такой классной компашкой. В общем, давайте образовываться вместе, давайте действовать сообща, ставьте лайк, не забывайте про меня. Всех люблю, обожаю и прощайте.